ну что ж всем привет добро пожаловать надеюсь слышно видно нормально и продолжаем а внуки сети и так у нас наступил второй день первой главы и это означает надо сначала пойти и пообщаться с народом так обычно мы начинаем с города потом идем за пределами города учита что сегодня кроме церкви нам больше никуда не дадут пойти давайте сегодня начнем церкви а точнее с рис а старт у нас догнал ну а старт надо проверить просто именно я я так и не проверил некогда было к сожалению но я думаю да это те самые гонщики так а она как раз здесь как удобно понятно не вижу что образование здесь достаточно развиты это действительно передовой и современный город и и конечно мы определенно добились ой каких успехов однако куда бы вы ни пошли вы везде найдете одинаковых детей ну возможно так оно и есть кстати говоря рис тут есть кое-что что меня беспокоит вы случаем не являетесь младшей сестрой руфин и сан опа вы что знали мою старшую сестру я так и знала у вас просто одна и та же фамилия поэтому я хорошо запомнила ну на самом деле я в долгу перед вашей старшей сестрой прошлом она многое для меня сделала о правда сестра марбл могу я попросить вас об услуге можешь ничего не говорить ты как я понимаю идешь по тому же пути что и она верно я в большом долгу перед руфин и сан так что не беспокойся ей ничего не буду говорить архиепископу однако можно я кое-что скажу запомни никогда никогда не переусердствуй поняла сделай это ради своей старшей сестры тоже я поняла большое спасибо за беспокойство я ну слушайте но такими темпами скоро реально все узнают кто такая рис на самом деле серьезно сестренка руфина а и все да все так поговорим с марбл о ллойд и компания а вы что вышли на улицу поработать в такой дождь будьте осторожны чтобы не простудиться спасибо сестра я я я я наказать так так кстати книгу рецептов взяли отсюда или нет о взяли а хорошо что зашли а а а ты шули необычно встретить тебя в таком месте на а привет ребят как вы здесь оказались а и я заметил как она тут шла под по кладбищу под таким дождем да и без зонта ищи о как так поэтому я пригласил ее в хижину и приготовил горячий какао а а спасибо старик за то что дали мне возможность здесь укрыться от дождя ну из какао тоже он прямо согрел меня и приятно слышать или хотя этот смех наверно не подходит а то прозвучал какой-то извращенец хохохо приятно слышать вот так лучше или еще хуже скажите но это получилось что ты оказалась на кладбище ну на самом деле пришла сюда помолиться в церкви но похоже я немного пошла в сторону видите ли северной амбрии не было таких прекрасных соборов как тут северная амбрия это же это автономная область которая находится на северной части континента то есть трущобы которые ты оказалась шуль и оттян они находились там да я родом оттуда понятно но я тоже слышал о том что северная амбрия они самое приятное место по разным причинам да там действительно очень много плохого это место где все отчаянно пытаются выжить хотя бы еще один день у тебя там нет роскоши беспокоиться о каких-то других людей но как бы то ни было не знаю как вам но по сравнению и местом откуда я этот город кажется чудом само собой тут конечно есть очень неприятные люди но есть и такие прекрасные люди как ильяса например которая приняла меня в театральную труппу ну есть еще вот такие добрые люди как вы дедашка дедушка которые помогли совершенно незнакомому человеку на самом деле не успела я оглянуться как меня уже начали обучать мастерству артистов мастерству артистов смысле ничего себе превосходно удивительно ну да но я все еще нахожусь некоторым замешательстве я никогда не думала что такой человек как я сможет стать артистом шулетян ну я понимаю что не стоит слишком сильно беспокоиться об этом сейчас в любом случае ребят вы знаете что вы действительно довольно странные люди вы готовы просто взять и выслушать чужие проблемы как только что мои например просто так правда ну ну возможно мы не можем отрицать что мы делаем так ну без отдел поддержки все-таки очень необычный отдел полиции так сказать и занимается разными делами ну в конце концов у нас же такой необычный и странный лидер так что неудивительно что мы такие ваджи кто бы говорил не знаю как вы но мне кажется что это прямо какая-то судьба то что мы с шулетян встретились и познакомились ну ну да судьба если когда-нибудь у тебя возникнут какие-то проблемы знаешь что ты всегда можешь обратиться к нам охохо ты можешь приходить в эту хижину тоже когда захочешь и давай к следующему твоему приезду я подготовлю эти каких вкусняшки спасибо вкусняшки ну ладно да она родом из северной амбрии тогда очевидно что ей пришлось очень нелегко я к сожалению не могу подавать алкоголь детям поэтому следующий раз когда она придет я подготовлю для нее вкусняшки ну кстати да он же предлагал побухать и забыл про это но что я могу сказать раз был действительно чудесный город как будто не было спасибо вам за все теперь у меня наконец то есть то что называет цель я должна очень сильно постараться чтобы вернуть долг за или и сам за все что она сделала для меня ну что ж все слушайте ну прикольно а ведь если бы я не зашел сюда чтобы проверить рецепт на всякий случай то мы бы пропустили и вен как бы кто мог подумать что шули я окажется хижине на кладбище что у нас тут вот еще никто не поселился делаем ставки ребят кто там поселится люди которые поселились по соседству довольно проблематичны так они разъезжают по городу на орбал машинах на большой скорости ночью включает громко музыку и ведут себя действительно очень возмутительно и неправильно так сказать серьезно так вот кто поселился там я уже жаловался но меня никто не слушает я уже не знаю что делать я не думал что ребят мы так быстро узнаем кто живет по соседству ну вот именно астар к сожалению да тут нужен вилдин вилдин кстати ты тут привет так она что-то пишет что ли а нет рисует по ходу джоана ты что-то лишь рисуешь на окне а ну окно запотела поэтому я не удержалась я прошу прощения я вернусь к работе так ну что ж дальше так ну кто по соседству переехал мы знаем но к сожалению как мы видели там заперто сейчас никого нету ну учитывая что они музыку включают громко ночью и так далее и гоняют часто наверно сейчас спят наверное сейчас спят когда я вот так остаюсь один в тишине такие моменты я начинаю о многом думать вспоминать например я задумываюсь о той девочке с фиолетовыми волосами которая помогла колину интересно неужели мы никогда не сможем все-таки с ней познакомиться ну это как бы ну я конечно ничего не могу сказать наверняка но просто надежда все еще теплится так сказать не отпускает не знаю почему даже если когда-нибудь будет возможность я действительно хотел бы встретиться с ней и выразить свою благодарность девушка с фиолетовыми волосами ну арань сейчас вернулась с либер вместе с эстель и яша я знаю что ей еще понадобится какое то время чтобы разобраться со своими чувствами ну а надеюсь когда-нибудь она все-таки встретиться с ними так ну как мы видим да о так машина так тут находится ежемесячный журнал кармане мания вот волюм один так сказать а хочу взять нельзя это печать так что-то жмякает а есть место то есть ой как же это вкусно колин кун с радостью поедает печенюшки какой же он шалун иногда бон сан и его семья жили по соседству но некоторое время назад съехали после того как они переехали они попрощались с нами и ушли с тех пор я больше ничего не слышала о них надеюсь с ними действительно все хорошо кстати да нужно проверить их новый дом а не в лотус или как там называется то место насколько я понял переехали там где когда-то жили эстель и яша новый вилдинг как я вижу мы пока что ее брать не можем так что придется подождать видно нужно что-то открыть еще а да стоп лоту сейд в старом городе точно перепутал так о спец отдел поддержки я вас приветствую ребята мне очень жаль но сейчас мы очень заняты подготовки к нашему дневному представлению а понятно простите что помешали но у нас нету никаких дел так что давайте вернемся сюда в другой раз верно прошу прощение что потревожили вас прошу прощения что потревожили вас в этот раз без винтиков в этот раз без винтиков в этот раз без винтиков и судя по тому что я наблюдаю если все так продолжится то рано или поздно это место достанется эюну бугага если бы я знал что нечто подобное может случиться я бы заранее купила бы эту землю потом продала бы их ее и им еще дороже ну кстати вспоминая она у нас богатый зимовладелец да ну кстати да бабушка конечно тут прошляпила могла бы заработать не хило так так что-то пикает орбал машина пожалуйста притормозите а время дождя на дорогах более интенсивный трафик чем обычно правда а где машина дорога скользкая из-за дождя поэтому необходимо быть внимательнее чем обычно не видим машины наверное короче она плескается в воде так сегодня идет дождь и все и все и все привет оздорове пообщаемся с дядей так сегодня ко мне должен прийти особый гость о да его зовут нильсон сан и он международный журналист да нормально нормально я думаю что через какое то время он должен как раз появится а если хотите лоид кон я могу вас познакомить международный журналист говорите да это может быть интересно ну тогда мы заглянем позже когда освободимся так ну стоит тогда выполнить кресты которые сейчас доступны потом зайти к нему на всякий случай главное не забыть зайти так идем к фран и потом к ребеке получать плюшки за монстров о вы как раз вовремя на самом деле сестренка то есть ну эль сан я должна вам кое-что важное сказать что случилось фран ты выглядишь какой то очень серьезный ну неужели я не могу называть тебя даже на работе с сестрой а о боже а я уже начал обеспокоиться в чем дело слушай я уже нет стоп да я уже много раз тебе это объясняла когда я переехала работать в спецотдел поддержки я тебе сказал что теперь когда мы работаем по сути рядом друг с другом мы должны придерживаться определенных профессиональных норм так сказать да но сестра то есть нет в смысле ну эль сан а блин да я не могу больше так как бы я не старалась я не могу тупо привыкнуть к этому ну эль может все таки не стоит быть такой строгой с нее верно когда фран сан называет тебя но эль сан это звучит как то непривычно и отстраненно если вдруг будет какое то срочное сообщение для тебя которое необходимо немедленно передать то могут быть проблемы и может быть неэффективно если она будет использовать имя которое не привыкла использовать по отношению к тебе ну возможно это правда да ну вот видишь все согласны со мной так что я буду называть тебя сестренкой кроме того разве тебе не было сказано чтобы ты вела себя менее формально и более расслабленно когда поступила спецотдел поддержки потому что если ты забыла мы всегда можем пойти к шефу чтобы он тебе все объяснил ну думаю на это она вряд ли сможет на это сможет что-то ответить в адже ладно похоже у меня нет выбора раз все за то ладно ура тогда решено и спасибо ребят итак сестренка я рада снова встретиться с тобой сердечко господи про не нужно смешивать нашу общественную и личную жизнь поняла да я поняла сестренка она определенно ничего не поняла ну ну или похоже нету возможности противостоять фран таких делах ну что ребят фран очень упорная девочка как вы видите она добилась своего как бы ну или не старалась ничего не получилось красава жаль что с ней нельзя замутить я посмотрел на концовку с лойдом ну хотя это это даже трудно представить на самом деле так ладно у нас тут я действительно очень рада что могу называть тебя теперь сестренкой теперь я смогу лучше сосредоточиться на своей работе и не беспокоиться об этом больше то есть тебе так сильно не нравилась мысль о том что тебе придется называть меня иначе что ты не могла сосредоточиться на своей работе это мешало твоей работе ну потому что это для меня важный вопрос жизни и смерти о господи о господи а как же быть профессионалом на работе хе хе надо забейт инвальд хм да хе хе да ладно это было забавно а после увольнения предыдущего заместителя комиссара и после того как мэр гиттер вступил на пост мэра собственно полиция значительно изменилась но это мы знаем само собой есть очень много новых трудностей которые появились но тем не менее я чувствую что потихоньку мы добиваемся прогресса к лучшему я уверен что в будущем мы будем становиться все лучше и лучше поэтому спец отдел поддержки вы тоже постарайтесь мы сделаем все возможное чтобы обеспечить вам поддержку спасибо так что там по наградам о ребята похоже вы неплохо так пополнили боевой блокнот а могу ли я взглянуть на информацию о монстрах которые вы написали там да пожалуйста так большое спасибо вот возвращаю вам блокнот а это собственно ваше вознаграждение на данный момент примите 500 миры ю материалы блин чё так мало я думал хотя бы пару косарей дадут так пожалуйста загляните снова к нам если соберете больше информации о монстрах да большое спасибо обязательно мы обязательно придем к вам еще и побеспокоим так дальше мы перенесемся сюда и зайдем к тете оскору не заходим так как у нас там квест так что там уже потом пойдет а заходим к тете и к панси посмотрим что там у них происходит а вижу ее батя сегодня тоже дома хорошо я слушала что мария был возглавляет технический отдел и биси и много знает о технологии орбал хм может быть мне действительно стоит заняться изучением орбал технологий фанси я вижу что ты наконец то заинтересовалась в профессии инженера ладно раз такое дело как ты смотришь на то чтобы стать инженером по железной дороге и поездам как твой отец нет ни за что отстой хе-хе-хе короче ребята я думаю с панси все понятно обязательно будем следить за ее судьбой в будущем так я просто хочу быть такой же крутой и умный как мария был я не собираюсь становиться таким инженером как мой отец так ну все так ну все мой муж сейчас работает в библиотеке библиотекарем благодаря своей работе какое-то время назад он подружился с одним журналистом он кажется очень умный и знающий человек и когда они встречаются у них как правило происходит очень длинные беседы они оба выглядят как дети отлично о точно чуть не забыл надо еще к яну зайти если он конечно тут есть последнее время нам все чаще обращаются разные клиенты за консультациями на сайте сильно очень много работает ему нужно передохнуть похоже что хийон уверенно продвигается к тому чтобы приобрести территорию на которой находилась ревача когда-то я даже не могу себе представить что будет после того как эта территория будет принадлежать хийону да думаю у нас будут проблемы однако к сожалению мы ничего с этим не можем поделать и в скорее всего в итоге у них все получится ну и ну ну и ну да в кроссбэлю все еще очень много проблем так отлично дальше кстати надо бы зайти и к мамик фран и инвэль посмотрим что нам расскажет о кстати я слышал что у вас появилась машина надеюсь что нуэль не была слишком шумной из-за этой машины просто когда дело доходит до машины она да ничего подобного верно ребят ну как бы сказать ну я бы не сказал что она совсем не права ну ты действительно была в восторге от этой машины начала сразу рассказывать всякое разное там про производительность и прочее э? а ну да похоже ты сама можешь взглянуть на себя критически ну и ну нуар какие индейцы это другая игра ты перепутал Кисеки с Аланом Вейком так да кстати мы хотели проверить квартиру так ну по идее они поселились здесь правда что-то их нету а а вот они а вот они переехали к соседям ну ну собственно вот такие дела да поэтому поэтому заранее извиняемся за какие-нибудь проблемы которые мы можем создать вам в будущем и просим вас понять нас так что приятно познакомиться и полагаемся на вас вот смотрите эм мария тоже говорит привет так нян хм а кажется вы довольно хорошая семья которая ладит друг с другом хороша ну если вам понадобится какая-нибудь помощь не стесняйтесь обращаться к нам большое спасибо большое спасибо вам за заботу мы извиняемся за возможные неудобства которые создадим в будущем и надеемся на ваше понимание не не все в порядке всегда пожалуйста если будут какие-то проблемы вы можете в любой момент рассчитывать на нас а ну короче все то же самое ну что ж отлично так ариус опять в реинферии дома не сидится так скотт и вензел у нас в режиме ожидания а лин и эоля находится в урсуне последнее время количество запросов поступающие через орбл сеть постоянно увеличивается в такие дождливые дни как вот этот мы получаем очень много запросов через терминал но к сожалению мы заняты другими запросами поэтому вынуждены отказываться от некоторых запросов которые кажутся нам не очень важными ну ну думаю что иногда некоторые из этих запросов в итоге попадают к спецотделу поддержки так что разберитесь с ними если можете а ну у нас как раз один появился о привет ребят о какой то винтик о здравствуйте ребят выдох обидел поддержки давно не виделись скотт сан образовался спасибо за старание о вы брейсера Судя по вам, вы кажетесь талантливыми Стоп, а разве ты не являешься лидером или членом той банды из старого города? О, вот эта девушка, по-моему, из сил охраны Крузбелла Да уж, какие интересные новички у вас Ну, ладно, Ваджи-кун, но как вы смогли узнать, кто я? Ну, потому что и внешне, и по поведению вы сильно отличаетесь от типичного поведения обычного сотрудника полиции А, вот как это убирается Поскольку вы занимаетесь такой же работой, или схожей работой, как и брейсеры Вы должны прокачать свои навыки наблюдательности Да, спасибо за совет Ну, я уверен, что в будущем Мы еще не раз встретимся и, возможно, будем помогать друг другу Так что я полагаюсь на вас заранее Ну, спасибо, ребят Так, дальше Зайдем к бабуле и деду Так, тут заперто Да, тут все еще заперто Дождь не очень сильный, но все равно, кажется, не прекращается И не собирается прекратиться в ближайшее время Рой вместе с остальными Еще не вернулся Из магазина Заседание насчет бюджета Кроссбелла состоялось незадолго до инцидента с Культом Из-за чего в итоге она была перенесена Новый мэр и новый представитель Взяли на себя инициативу по пересмотру бюджета В соответствии с предложениями Без каких-либо конфликтов Что ж, теперь можно сказать, что городские власти Наконец-то начали двигаться в правильном направлении Ну что ж, ребят Кроссбелл к успеху идет Вы в это верите? Почему-то я с трудом Так, Сан-Сан Как он правильно читается Фэн-Сан Пытался приударить за Ричей И в итоге лишь Проблемы создал Я уверен, что у Риши Нет, стоп Я уверен, что Риши Будет искать себе парня получше Или может кто-то уже есть на примете Я, конечно, не хочу показаться грубой Фэн-Сан Но Как ваш лучший друг Я думаю Даже тут нет смысла что-то пытаться сделать Ну Ну Ну, ребят, да У Риши все-таки есть хорошее достоинство Так О, это у нас Чувак из сил охраны Да, из сил охраны Алексей Ну Леша, короче Эх Прости Тимас Но, к сожалению Еда здесь просто великолепна Могу-могу Так Наверное, я возьму еще порцию О А вы из силы охраны Кроссбелла Да неужели Леша, это ты? Э, сержант Нуэль Сержант-майор Нуэль Какое совпадение здесь встретится Ну, сейчас у меня перерыв Я просто решил Расправить свои крылья И отправиться в место Которое мне нравится И хорошенько поесть Эх, ты такой же, как и всегда Ты действительно Аж с врат Танграма Пришел сюда В дождь Только для того, чтобы поесть Врата Танграм А, ты имеешь ввиду Пограничные врата Которые находятся на востоке Да, это важная Оборонительная точка В Кроссбелле Там очень много Сил охраны Кроссбелла Они отвечают за это место Ну, недавно у нас появился Новый заместитель командира Так что там Дел не в проворот Сержант-майор Нуэль Я знаю, что вам тоже Нелегко приходится Но Удачи вам Я буду болеть за вас Большое спасибо Интересная встреча Нуар Она слишком маленькая Для этого И ты же понимаешь Что придет Ариус И Да Разберется Со всеми Так, не инвалид Тоже не заходим Там у нас сюжет Если помните Так, ну тут Аббас Вы можете сделать заказ Если хотите Можете обратиться В любой момент Да уж Все-таки С этим человеком Иногда Довольно Трудно Мне приходится Говорить Понятно Где же эту фигню показывает У нас Хотел посмотреть Сколько у меня Сепета Сепета Да, сепета Различных элементов А, вот он Ну неплохо Слушайте Можно пойти сейчас Закупиться заодно Кстати, а что с Вальдом-то? Походу нету еще О, это вы Это отдел поддержки Иваджи Я полагаю Вы еще не встречались С Вальдом-саном А что не так С Вальдом? Ну Заткнись, Дино Мы Ничего не будем Не будем говорить Ублюдку Который решил Пойти Размахивать Своим Точнее Пойти И вилять Своим хвостиком Полиции Хе Ну Скоро узнаете Валите отсюда Ну и ну Так, ребят У меня плохое Предчувствие Неужели Вальд Пошел искать Вальджи И хочет Надрать ему Задницу Так Ну И биси Мы еще Попробуем Зайти О О Так Да блин Тут у нас Сюжет Ну Ладно Итак Мы там Получили же Запрос От шефа Робертса Да Пойдем Укетку Ланфи Сан Торицей Да Поэтому Давайте Поспешим И поговорим С Ланфи Сан У Закинвестации О Это вы Ребята И Наконец Валер Мэр Дитер И Мария Белса Сегодня Вы Посетили Ибиси Да У меня Тут Банки Накопилось Много Работы Белл Тесна Те Морай Цы Сакки Хто Торри Наши Готов Сумас Те Токор Накопилось И Благодаря Белл Я смог Вот только что Как раз таки Закончить Сю Работу Ну Ребята Давненько Мы не Видели С друг С друга Господи Какой у него Потрясающий Голос Эли Надеюсь У тебя Тоже Все Хорошо Спасибо За Беспокойство Да Спецотдел Поддержки Как раз На днях Возобновил Свою деятельность Так 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 Еще Артик Сейчас Будет Полегче Белл Так Твое здоровье Похоже В хорошем Состоянии Такие Мягкие От них Такое Теплое Ощущение А еще Они такие Эластичные Эти мышцы Ты прямо Ощущаешь Их Всеми Кончиками Своих Пальцев Так Стоп Мы точно То читаем Ой Я прямо Не могу Сдерживаться Блин Там батя На тебя Смотрят Господи Пожалуйста Не говори Таких Непорядочных Вещей Перед всеми А то есть Наедине Можно Кстати Лойдсан Я надеюсь Не пытался Что нибудь Непристоянное Сделать С моей Эли Без моего Разрешения Кто там Друг на вас Нашло Вы о чем Лойдсан Я знаю Что вы Очень опасный Человек Поэтому Мне нужно Очень Часто Проверять Ее Если Я узнаю Что ты Действительно Сделал Что-то Неподобающее Я надеюсь Ты понимаешь Что случится Похоже Тебе Нужно Быть Начеку Господи Белл Ребята Она еще Не знает Ну и Ну Белл Мы Конечно Давно Не виделись Но Ты должна Взять Вся В руки И Быть Поосторожней Не так Позвольте Еще Рассказать Давно Не виделись Ребята Ваши Новые Члены Ноэль И Ваджикон Похоже Уже Освоились Это Не может Не радовать Пользуясь Случаем Хочу Поздравить Спецотдел Поддержки С Возобновлением Своей Действительности Спасибо За Это И Позвольте Мне Еще раз Поблагодарить Вас За то Что Вы Дали Мне Рекомендацию В спецотдел Поддержки Да И Большое Вам Спасибо За то Что Предоставили Орбал машину Находить Находиться За рулем Такой Прекрасной Девочки Это Просто Мечта Ну Если я смог Вам Хоть чем-то Помочь Я рад Я Чем-то 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 Такие Моменты Ты понимаешь Что Стать Мэром Новым Того Стоило Сейчас я являюсь И мэром И президентом И генеральным Директором ИБС Правда Совмещать Эти две Должности Довольно Сложно Ну В этом случае Отец Я думаю Ты сам Виноват Что Так Занят Не Хотел Чтобы Ты Почаще Полагался На мою помощь Прости Был Чем-то Я Не Понимаю Чем-то Я Не 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 Я не могу сказать, что ты не можешь пройти работу. Хе-хе-хе. Дядя, я тоже, как всегда, очень интересен. Он, как молодой солдат, должен быть в этом сейчас, что я очень рад. Такой жизнерадостный и молодой политик, как вы, это то, что нужно сегодня Кроссбеллу. Я слушаю часто, как люди говорят такие слова. Ха-ха-ха, если ты сказал Макдайл-гичау, то ты удивляешься. Ну, мне довольно неловко, когда я слышу подобные слова от того же председателя Макдалла. Однако, я еще молод, и только являюсь начинающим политиком, так что мне расти и расти. Мне предстоит очень много еще узнать. А, отец! А, кстати, отец. Почти пришло время пойти встретиться насчет... ...новой мэрии. А, кстати, точно. Ладно, дамы и господа, на этом прошу простить меня. Простите, что вы... ...за то, что мы отняли у вас столько времени. Не-не-не, вы что, это нормально. Благодаря вам я смог немного расслабиться. Если у вас возникнут какие-то проблемы, вы всегда можете обратиться ко мне. Если у вас возникнут какие-то проблемы, вы всегда можете обратиться ко мне. Ради вас, я не пожалею никаких усилий. Большое спасибо. Дядя, Белл, вы тоже, берегите себя. Благодаря вам, Элли. Спасибо, Элли. Ну что ж, а на этом прошу простить нас. Мы хорошо постарались. Или в данном случае, учитывая, что они уходят. Усердного труда. Да, похоже, они очень заняты, как всегда. Да, особенно учитывая, что торговая конференция не за горами. Я уверена, что расписание расписано до минуты. Ну, похоже, что они действительно очень многое для нас делают и готовы сделать, помимо Орбал-машины. Да, поэтому я хочу, чтобы они были поосторожны, чтобы не переусердствовали и вредили. своему здоровью. Ну, в любом случае, давайте пока что займемся запросом шефа Робертса. Да, нам нужно подойти к стойке регистрации. Так, ну давайте как-нибудь потом. Все, мы встретились с Дитером и Марией Белл. Мы довольны. Вы довольны? Итак. Ой, нет, 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 нету торгов. Так, знаете, что мы сделаем в первую очередь? Да. На всех даже не хватит открыть всем все слоты. Слишком мало. Теппи-то надо фармить. И так. Во-первых, я все сниму. Посмотреть, какие кварцы есть, каких нету и пересобирать все тут заново надо. Так удобнее. Ну, атака у Лоиду нам нужна. Так. Какие-то отравления. Какие-то отравления вполне тоже, почему бы и нет. Привет, комнатный. Так. Это у нас повышает вероятность приготовить неожиданную пищу. Ну, это нам сейчас не нужно. Ну, или необычную еду. Так. Ворот можно взять. Потом. Так, отображение в карте врагов это у Эли пусть будет. Потому что мы бегаем за ней. С нее. Ну, тут пока что так оставим. Хат можно взять и нечтен. Так. У нас разум один. Я бы еще кварца на хп взял, но их у меня нету. Надо будет сейчас скрафтить. Их хватит. Так, защиту тоже можно взять ей. Пока что все. Так, а ваджи. Хм. Ну, или можно отравление здесь ставить. Магический щит. Можно. Так, ладно. Где можно закупиться, интересно. Хм. Так, ну, хп я бы взял. Штуки. Как раз вот на две штуки хватит. Так, атаку. Взять еще одну. Так, уворот. Продолжение следует. Продолжение следует... Нам не хватает для дыхания... Так, ну ладно, пока что сойдет... Что-то собрали... Итак, ладно, вроде со всеми поговорили... Можно сделать небольшой перерыв и пойти дальше заниматься с сайдами, которые обязательны... Так что продолжение следует...